Утро жителей частного дома по улице Панкратова началось со стука в ворота. За электроэнергию абоненты не платили три года. Накопили 40 тысяч рублей и продолжали пользоваться электричеством. Помог мораторий, который вводили на время пандемии. Но сегодня они остались без света. На этот раз жители восприняли отключение спокойно, хотя такое, по словам электромонтеров, бывает редко. Визит в этот красивый дом также закончился отключением от электроэнергии жильцов одной из квартир. Специалисты говорят, должников и среди людей обеспеченных достаточно. Здесь накопили порядка 13 тысяч рублей. Дверь не открыли, но электромонтеры имеют право отключить свет и без наличия жильцов в квартире. Тем более за месяц до отключения их не единожды уведомляют. СМС-оповещениями, по электронной почте, заказанным письмом и даже лично в руки. Ограничение это уже крайняя последняя мера, когда уже потребитель не выходит на контакт или там никак не реагирует на наши замечания о наличии задолженности. Начинается задолженность с периода не менее трех месяцев. Как это так отключать? Не, я не знаю, что я звоню. Так с этим, блядь. В этом многоквартирном доме на Малахова электромонтеров встретили неласково. Но свет здесь все равно отключат. А вот чтобы вернуть себе это благо, должнику придется оплатить не только долг. Согласно законодательству, он должен оплатить не только дебиторскую задолженность, но также должен оплатить затраты, связанные с введением ограничения и потом подключения. То есть в настоящий момент это сумма 1100 рублей. Специалисты уверяют, что многие должники довольно быстро реагируют на отключение электроэнергии и едва ли не в тот же день вносят оплату. К слову, им идут навстречу. Свет возвращают буквально за сутки после погашения долга, хотя по закону могут это делать в течение 48 часов. А если абонент вдруг решил пойти в обход компании и подключиться самостоятельно, то это ненадолго. Электромонтеры вернутся. Но тогда абоненту начислят штраф уже за энерговоровство. Суммы штрафов большие и достигают порой десятки тысяч рублей. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.